Всем привет! Так как эта часть прохождения DLC игры Assassin's Creed Unity вышла очень маленькой, так как задание в нем не прошло очень и очень быстро, то я, конечно же, буду обрезать ненужные моменты. И это будут те же самые моменты, когда я очень долго куда-то направляюсь, либо что-то такое, то есть буду оставлять им самые важные моменты. У меня была всегда такая проблема на канале, что, допустим, я прохожу какую-нибудь игру, прохожу ее очень быстро, не смотрю на время, а прошел я ее где-то за минут 15, либо то же самое задание в какой-нибудь игре. Поэтому желаю приятного просмотра, также попрошу тебя подписаться на канал и поставить лайк. Если тебе понравилось это видео, то напиши обязательно в комментарии, конечно, ты его еще не посмотрел. Что ж, но буду рад, если ты его посмотришь от начала и до конца. Всем желаю приятного просмотра, начинаем! Всем привет! Сегодня на канале я продолжаю прохождение игры Assassin's Creed Unity. Это уже третья часть. И мы продолжаем с этого же момента, с которого я еще... Кстати, вот этот момент я заметил только на монтаже. Когда я записывал самую игру, DLC, вообще прохождение, то я этого просто не видел. Поэтому я очень рад, что я это заметил именно на монтаже. Поэтому за баги, мне кажется, можно отдельный лайк поставить. Но это только на PS4, видимо, так работает. Все, не буду вас больше отвлекать. Погнали! Закончил во второй части. Задание находится где-то в 230 метрах от нас. Что ж, я побежал. Также не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Ведь именно по вашим, так сказать, оценкам я и понимаю, что мне... Выпускайте прохождение, выпускайте все комментарии. Градите, я не играю, что такой формат видео. Мне, естественно, очень нравится, потому что я, во-первых, я и сам играю. И монтаж мне какой-то там трудный, какой-то нужен. То есть, в принципе, все кайф, как по-моему. Я так понимаю, не надо туда залезть и дай забрать. Также я буду попутно за прохождение игры, если ты не управляешь свою частью, я буду попутно проходить всякие дополнительные штуки и выбирать всякие и двухголки Бонапарта этого самого. А это даже двухголки Наполеона. Я не буду обращать внимание на всяких вот таких вот негодяев, которые тут бегают, потому что они уж очень... Ой. Уж очень забирают много времени, ведь если... Еще и монтаж, то как бы все такое остальное... Десять тысяч тень прошлого, догоните Элизу. Тень прошлого? Так это же... Закрыто. Ладно. А у вас тут кто-то лично. Кто? Маркиз? Элиза? Элиза! Стоп! Элиза! Пипец! Так она же эта погибла. Что она тут делает? Он так долго бегает, когда забегает эту фигню. Не понимаю, почему, кстати, в Ютубе бегает долгий. Паркурим, паркурим! На, мафик. Я ее обогнал даже. Что? Я лишь пару сувзила. Вот. Я искала вас, месье. Спасибо вам за Леон. Терпение вам. У меня был сын. Сожалею. Нет. Он жив. Я бросила его. А после этого открыла приют. Это любовь. Иногда любовь-тюрьма, уж я-то знаю. Этот приют в нем – мое призвание. Леон говорит, что вы могли спасти Францию. Дети. Он за приютом. Идите все, русский приют. Понятно, понятно. Погнали. Так. Блин, но иногда все-таки этот паркурум какой-то такой себе. Не знаю, залазит куда не надо, сам куда-то прыгает. Да идите вы, жопа. Вот такие всякие дополнительные задания. Это все очень прикольно. А то у него стреляют. Да блин, что я наделал. Нет, все-се-се-се, отвалите от меня. Все отлично. Эй, Леон. Мой корабль отправляется через три дня. И что дальше? Я добуду артефакт. А потом скроюсь. Ладно. Но как? У тебя что, карта храма в кармане? Список Пуарье. Тот рисунок в пещере. Я знал, что видел такие диски. Вот тут. Только этого нет. Я сейчас серьёзно. Я тоже. Найдите два и приходи наверх. Так, точно. Дети. К сожалению, я не смогу сменить микрофон, потому что я записываю сейчас с микрофона от наушников, который вот прям с наушников идёт. И звук, в принципе, нормальный. А тут я не могу подключить, на который я записываю вообще на монтаже. Поэтому вы можете, в первой части вы можете заметить очень большую, так сказать, разницу, когда я в начале говорю и уже в начале видео. Что ж, мы выполнили воспоминания. Тень прошлого, часть 13, воспоминания третья. Он говорил, что всего три дня мы пробудем. Тут испытание объектов преодолено сверху или снизу. Это я сделал. Всё отлично. Ну что ж, сейчас. Думаю, можно идти на задание. Мы сделали его довольно-таки быстро, поэтому... Наследие Сугерия, записи Дома Пуарье, на первых страницах упоминаются три патены. Дом Пуарье указал места, где находятся две из них, и упомянул третью, которая считается потерянной. Эти патены ключ к тому, что ищет Наполеон. Кроме того, Дом Пуарье пишет ещё кое-что интересное. Аббат Сугерий, архитектор базилики и епископ Сэндони построил церковь на месте, где находился храм Сэндони. По его словам, это место является вместилищем божественной силы. Сугерий выковал необычный меч в форме рва и благословил его этой силой, придав мечу невероятную мощь. Дом Пуарье также упоминает записи, которые он хранил в небольшой комнате, расположенной между двумя башнями базилики. И тут сразу задание. Ладно, погнали тогда. Это невозможно. Это хорошо, что есть всякие лайфхаки в ютубчике, чтобы именно вот эти вот записывать. Нифига, паркурщик. В выдержской записи Дума Пуарье Сугерий был человеком глубоко верующим, много знал о тайнах Франсиада, города, известного ранее как Сэндони, и оставался верен себе до конца. Мне удалось отыскать фрагменты его завещания, который веками хранился у наследников. Только благодаря революции нам открылась эта тайна. Эти записи потрясают воображение. Сугерий утверждает, что город находится под охраной некоего древнего устройства, созданного богом. Якобы это устройство скрыто за дверью, ключи от которой он спрятал так, чтобы их не нашли нечестивцы. Но верующий человек отыскал бы с легкостью. Для начала потены они используют, чтобы запечатать храм Сэндони. Эти потены хранили монахи. Извините, если что, буду прерываться, потому что горло немножечко болеет. Поэтому, как бы так. Но их выкрали мародеры. Мне удалось выяснить, у кого сейчас находятся два свитка Сугерия. Из этих свитков они узнали, как найти потены. Другие свитки также открыли мне интересное сведение. В базилике есть комната, в которую никто не входил уже несколько веков. В этой комнате стены испещрены символами, и смысл которых канул бы во тьме веков. Если бы я не наткнулся на записи Сугерия в библиотеке базилики, эти символы описывают, как отыскать орла Сугерия, меч, который монах выковал самостоятельно и окунул в пламя Господа. Он защищен божественными символами, которые сможет прочитать лишь член Ордена. Мне не удается раскрыть смысл этих надписей. Возможно, мне не хватит времени, чтобы расшифровать свитки и понять значение символов. Базилика создана для того, чтобы сохранить меч, и она построена с использованием архитектурных знаний, полученных в пламени. Эти механизмы в 500 лет успешно скрывали свою тайну и могут проставить намного дольше. Нечистивцы никогда не должны найти орла Сэндони. Нихрена я не понял, конечно, но хотя бы вам прочитал. Что ж, видимо, еще появится какой-то меч. Ну реально, вот посмотрите сейчас на графику, очень реалистичная. Да, 5. А, ладно, после распада религиозных обществ, свитки Сугерия оказались рассеяны по всей Франсиаде, оставленной теми, кто должен был их хранить. Найдите свитки и воспользуйтесь ими, чтобы отыскать символы Сугерия. Найденный символ появится на стене башни. Соберите все символы, чтобы разгадать данное наследие Сугерия. Что, я надеюсь, все? А, видимо, да. Да, нет, найдены религии Сугерия. Ну, короче, это, видимо, вот видите, такой значок. Что ж, я думаю, на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сегодня прошли очень мало. Ну что ж, в следующей части намного больше, я думаю, пройдем. Я, наверное, даже не буду его монтировать, обрежу всякие долгие моменты и все такое. Не забывай подписываться и ставить лайки. Также пиши комментарий, понравилась тебе эта часть или нет. Либо, если она вообще не понравилась, то напиши это тоже в комментах. Если у меня проблемы со звуком, то напиши тоже. Я попробую это как-то исправить. Все, всем до скорых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok